Функция из А в С Которую можно определить следующим образом ФЖ от Х есть Ф от Ж от Х Конечно, определение композиции более-менее стандартное Это тоже стандартная операция из библиотеки Хаскел Единственное, что в библиотеке она определена в виде бинарной операции Ну вот здесь я хочу показать, как можно применять эту функцию Ну вот если у меня есть функция возведения в квадрат СКОР Такая вот совсем простая функция, которая множит аргумент самого на себя То я могу получить функцию возведения в четвертую степень Просто сделав композицию СКОР самим собой Так вот в стандартной библиотеке на самом деле Эта функция представлена как бинарная операция точка Поэтому определение на самом деле точнее надо было бы записать вот так Здесь тип этой операции описан вот таким образом И когда я записываю уравнение для бинарных операций Я могу и левую часть уравнения тоже записывать вот в такой инфиксной форме Между образцами Здесь вот операция F.G А могу, конечно, и в префиксной форме В скобках точка FG Это как угодно Еще полезные функции Ну, во-первых, иногда начальное зерно не нужно Например, если я уверен, что в качестве зерна может выступать один из элементов списка И список заведомо не пустой То я могу начинать прямо с элемента списка Это тоже довольно часто бывает полезно И вот модификации функций FoldR и FoldL L это функции FoldL1 и FoldR1 Стандартные тоже функции У них в качестве аргумента есть функция и список И никакого начального значения, никакого зерна В качестве начального значения Функция FoldR1 берет последний элемент списка Функция FoldL1 берет первый элемент списка Разумеется, требуется, чтобы хотя бы один элемент в списке был Иначе вообще непонятно, какой результат будет Ну и работают они примерно так же, как FoldR и FoldL Ну вот, например, FoldL1 Вот если есть список, состоящий только из одного элемента То вот этот один элемент единственный и будет результатом всей свертки Если же в списке есть хотя бы несколько элементов Тогда я беру первый Применяю функцию F А, ну здесь FoldL1 просто через FoldL Определено Просто в качестве зерна берется вот этот первый элемент После чего применяется функция FoldL Ну и FoldR1 точно так же определяется А, FoldR1 не так же определяется здесь Да, FoldR1 здесь не так определяется Ну вот, значит, два разных немножко определения Либо через FoldL или, соответственно, FoldR Либо как-нибудь по-другому Вот полезные функции All и Any Функции над списком из логических Что-то у меня тут тоже ошибка Не хватает одного аргумента в определении типа На самом деле функции All и Any имеют такой тип Функция, которая элемент списка превращает в логическое То есть функция проверки элемента И еще должен быть список из элементов типа A Тут пропущен еще один аргумент у меня А в результате происходит вот какая свертка All проверяет, что все элементы списка удовлетворяют заданному свойству F используется как предикат Который применяется ко всем элементам списка И All проверяет, что все элементы списка удовлетворяют этому предикату Но на самом деле All легко определить как, опять же, свертку Я проверяю, что все, значит операция И Применяется В качестве начального значения беру True Затем к каждому элементу списка применяю предикат F Получаю список из логических значений И сворачиваю этот список Аналогично Any проверяет, что хотя бы один элемент списка Удовлетворяет предикату F Тоже определяется через свертку Но теперь уже свертку с Или Хотя бы один элемент списка удовлетворяет F Вот тип на самом деле у All и Any должен быть такой, как здесь вот у функции Take While Ну почти такой же Значит тоже функция и список в качестве аргументов Результат другой Take While Функция, которая из списка строит часть этого списка Беря начальные какие-то элементы списка до тех пор, пока они удовлетворяют заданному предикату F Ну если исходный список был пустой, то и результат будет естественно пустой Если список был не пустой, то проверяется, удовлетворяет ли первый элемент предикату F Если удовлетворяет, то мы его берем и обрабатываем дальше хвост Если не удовлетворяет, то мы прекращаем обработку Оставляем пустой список И это означает, что весь хвост, начиная с первого элемента, не удовлетворяющего предикату F, просто отбрасывается Разумеется, поскольку здесь рекурсия и используется двоеточие Значит, строится новый список из первых элементов исходного Из тех элементов, которые удовлетворяют условию Очень удобно брать элементы до тех пор, пока не будет нарушено некоторое условие Еще полезная функция Zip With Я вот говорил про Zip и Zip 3 А есть еще Zip With и Zip With 3, кстати сказать Они не просто собирают элементы двух списков в пару, в кортеже А вместо этого применяют функцию к паре элементов Zip With берет два списка Список из элементов типа А и список из элементов типа Б И попарно применяет к ним некоторую функцию, которая является первым параметром И составляет список из результатов Во всех остальных смыслах функция Zip With работает так же, как и обычный Zip То есть, опять же, если хотя бы один из аргументов, первый или второй, кончились, являются пустыми списками То заканчивается работа Мы получаем в качестве результата тоже пустой список Если пока еще в обоих списках есть хотя бы один элемент Е1 и Е2, соответственно То мы применяем функцию f к Е1 и Е2 Собираем вот этот вот элемент f от Е1 и Е2 Берем его в качестве результата, в качестве первого элемента результирующего списка А затем рекурсивно применяем Zip With На самом деле, можно сказать, что обычный Zip с двумя списками List1 и List2 Это на самом деле не что иное, как Zip With вот такая операция Операция запятая – это операция образования кортежа из двух элементов Это Zip With вот такая операция с лист 1 и лист 2 В этом смысле Zip With более общая операция, чем Zip И на самом деле в библиотеке, возможно, Zip будет определена через Zip With А, ну у меня это написано даже Ну хорошо Вот мы разные функции высших порядков рассмотрели Есть у нас еще и средства, с помощью которых мы можем создавать собственные структуры данных Сложные На прошлой лекции мы говорили о том, как мы можем создать, ну скажем, двоичное дерево Вот можем ли мы, соответственно, описывать свои функции высших порядков Которые будут работать не со встроенными списками сейчас А вот с более сложными структурами, например, такими, как деревья Да, вы хотели спросить? Есть какая-то функция, которая позволяет создавать новый список из данного С теми элементами, которые будут удовлетворять данному условию? Да, есть функция, которая позволяет выделить из списка только элементы, удовлетворяющие заданному условию Я про нее чуть позже скажу, ну потому что время такое будет Но функция, это называется фильтр Она тоже имеет в качестве аргумента некоторую функцию из список И в результате строит новый список из элементов Только тех элементов, которые удовлетворяют предикату вот этому f А функция, да, это предикат, то есть она по элементу списка выдает логическое значение Истина или ложь, да? А, значит, то пол, да Вы, если кто-то строит из списка, это одна, а пол, не на самом деле, что одна, которая из списка Да, есть на самом деле целый ряд функций вот этих вот Очень много разных функций высших порядков существует В том числе, да, функция, которая в некотором смысле обратная, fold, тоже существует Она довольно сложно выглядит, потому что развернуть это гораздо сложнее, чем свернуть Там надо функцию, которая как-то разворачивает Я сейчас не буду про это говорить Есть еще функции scan, которые на самом деле берут список и строят тоже список из промежуточных результатов свертки Если мы с вами будем изучать всю библиотеку, мы с вами никогда не продвинемся дальше Там очень много чего есть хорошего Давайте поговорим про свертки других структур данных Не только списков Пусть мы определили вот такое двоичное дерево Тип данных двоичное дерево Три из элементов типа А Дерево – это либо пустое дерево empty, либо это узел, который содержит значение типа А И два поддерева – левое и правое Например, вот такое дерево, которое тут изображено Можно получить с помощью конструкторов node и empty Допустим, я хочу Так же, как я обходил список во время свертки Свертка ведь это на самом деле просто прохождение списка с выполнением некоторой операции Я теперь хочу сделать обход вот такого двоичного дерева Ну, опять, поскольку мы начинали с функции foldr, которая осуществляет правосторонний обход списка справа налево То я вот теперь хочу написать функцию, которая осуществляет правосторонний обход дерева То есть обход узлов дерева, ну, вот в том порядке, который здесь нарисован Ну, относительно вот этого дерева Т1 Начиная с правого самого последнего узла И постепенно передвигаясь к левому Ну и так же, как для списков, я хочу сделать некоторую свертку Некоторую последовательную обработку во время этого обхода То есть на самом деле я хочу написать функцию, которая точно так же берет некоторую операцию Ну, в данном случае я ее так обозначил плюс-плюс Ну, на самом деле это не операция соединения списков Это просто некая произвольная операция И вот я хочу начать с некоторого начального значения сид И обработать дерево Т1 в порядке правостороннего обхода Таким образом, чтобы вот эта операция, обозначенная плюс-плюс Вставилась бы между элементами дерева Ну, вот так же, как это было для списка Справа налево Сначала я беру зерно и самый правый узел Выполняю операцию, потом следующий узел и так далее Сложно ли такую функцию написать? Функция свертки дерева Ничуть не сложнее, чем функцию свертки списка Ну, правда, здесь у каждого узла дерева есть два поддерева Поэтому в каком-то смысле функция в два раза сложнее Но, в общем, не очень сложная тоже Точно так же, если у меня есть исходное пустое дерево То ничего делать не надо Я возвращаю исходное зерно в качестве результата Если дерево не пустое, составлено с помощью конструктора Ноут из двух поддеревьев Т1, Т2 и значения Находящегося в корне N То я делаю последовательную обработку в порядке правостороннего обхода Ну, как рекурсия делает правосторонний обход? Мне нужно обойти правое поддерево И вот здесь написан на самом деле обход правого поддерева Я применяю рекурсивную функцию fold3 с параметрами f, исходное зерно seed и правое поддерево Т2 В результате у меня получится некоторое значение Свертка правого поддерева Результат свертки правого поддерева После этого я еще беру корень N И применяю функцию f Корню и этому результату Результату свертки То есть я делаю один шаг Это у меня просто рекурсивный вызов А это уже один шаг, когда я обрабатываю корень Применяю функцию f к корню и результату свертки правого поддерева После того, как я сделал этот шаг, у меня получилось новое значение И я могу это новое значение использовать теперь уже для свертки левого поддерева И я снова рекурсивно вызываю функцию fold3 Тут такая двойная рекурсия получается Ну, или двукратная рекурсия И вот эту рекурсию применяю снова с параметром f И в качестве зерна все вот это вот А сворачиваю я левое поддерево t1 В принципе, функция ненамного сложнее, чем foldr для списка Надеюсь, что все понятно Да? Ну, отлично Что если мы опять возьмем в качестве начального значения пустой список И в качестве бинарной операции операцию двоеточие И применим функцию fold3 к такому дереву Что мы получим? Мы получим, что мы последовательно присоединяем элементы по одному Это вот то, что называется разглаживанием дерева То есть мы его превращаем в список элементов в порядке правостороннего обхода Ну, или если смотреть сначала списка, то в порядке левостороннего обхода Смотря с какого конца рассматривать список Обработка идет справа налево Построение списка идет справа налево В результате получается такое вот разглаженное дерево Ну, можно сказать, что мы вот это дерево взяли Сверху что-то тяжелое положили Так, приплюснули его И в результате получился список Вот ДБАЕЦФ Очень удобная операция Помните, когда мы с вами ввели дерево Мы говорили о том, что вот можно с помощью дерева делать сортировку элементов Мы для этого должны из списка построить дерево А потом дерево превратить обратно в список И вот тогда я говорил, что реализация этой операции у нас получилась не очень эффективной Потому что я по отдельности разглаживал левое и правое под дерево А потом эти списки соединял Так вот эта операция гораздо более эффективно делает то же самое Она действительно только один раз проходит дерево Она вот эту функцию соединения элементов засовывает внутрь дерева Дерево обходится один раз И при этом собираются все элементы в список с помощью вот этого двоеточия Здесь никакого соединения списков с помощью операции плюс-плюс нету Поэтому если мы вернемся к нашей реализации сортировки списка С помощью дерева То вот эта реализация уже получается более эффективной Ну если только нам удастся удачно построить дерево Не слишком вырожденное такое хорошее дерево Тогда эта операция сортировки будет работать достаточно быстро Вот это то, что было раньше Вот здесь мы разглаживали дерево вот таким способом Что если дерево не пустое, то мы разглаживаем по отдельности левое и правое под дерево А потом все соединяем в один список Я некоторое время потратил на то, чтобы объяснить, почему это неэффективно А вот это новая реализация того же самого Здесь фактически все осталось неизменным Только добавилась еще операция свертки дерева Fold 3 И операция разглаживания вот с помощью С помощью этой свертки делается Вот, собственно, я хотел на прошлой лекции уложить все то, что рассказал сейчас Но это, конечно, было совершенно нереально Я вам как долго рассказывал А вот сейчас я начну следующую презентацию Следующую лекцию Будем изучать дальше функциональное программирование и средства функционального программирования Вот одно очень полезное свойство функциональных языков Многих функциональных языков, в том числе Haskell Это так называемое свойство каринга На самом деле это возможность делать частичную параметризацию функций То есть передавать функции не все те аргументы, которые ей нужны, а лишь часть В результате такой частичной параметризации получается некая новая функция Так что это, ну, в каком-то смысле, некая такая операция высшего порядка Из одной функции получить другую функцию Пусть у нас есть функция с двумя аргументами Ну вот, например, такая простейшая функция, как функция, которая ничего нового не делает Только складывает два своих аргумента Плюс x, y – это просто x плюс y И вот, допустим, я хочу определить новую функцию Которая совпадает во всем с первой функцией плюс Но первый аргумент у этого плюса фиксирован Ну вот, например, такое сложение с двойкой Такая новая функция плюс два Имеет только один аргумент Y И работает вот таким образом Двойку складывает с Y Так вот, на самом деле, мне хотелось бы получить функцию плюс два Частичной параметризацией То есть взять исходную функцию плюс Передать ей один аргумент, двойку И сказать, что в результате у меня получится новая функция Которая, естественно, будет уже иметь один аргумент И это на самом деле можно сделать Вот здесь просто еще одно определение функции плюс два через плюс Плюс два определяется как плюс два и что-то еще Ну, такую функцию плюс два я могу использовать, например, для того, чтобы увеличить на два все элементы заданного списка Так вот, вместо того, чтобы определять новую функцию плюс два Я могу просто частично параметризовать функцию плюс Можно написать даже вот таким образом Плюс два это просто есть плюс от двух Передать функции плюс только один аргумент В результате и получится новая функция плюс два Так что теперь я могу даже и не определять эту новую функцию А вот так же, как когда я использовал лямбда-выражение в мэп Точно так же я теперь использую частичную параметризацию Я передал плюсу всего один аргумент Получил в результате новую функцию И эту новую функцию в качестве аргумента передал мэпу Вот это свойство функций быть частично параметризуемыми и называется карингом То есть говорят, что функция каринговая, если ее можно частично параметризовать Задать ей только часть аргументов В Хаскеле все функции каринговые То есть если функция имеет больше одного аргумента То ей можно задать меньшее число аргументов В результате мы получаем новую функцию В результате такого частичной параметризации Соответственно, этой новой функции, если передать уже недостающие аргументы Она будет работать так, как исходная со всеми переданными ей аргументами Я могу записывать функции по-разному Вот исходная функция плюс Это функция с двумя аргументами Интеджер и интеджер Возвращающую интеджер Но поскольку функция каринговая То я могу сказать, что на самом деле Функция плюс это функция с одним аргументом Вот как здесь И если я применю функцию к одному единственному аргументу Я в результате получу новую функцию Опять же одного аргумента Ну вот того второго аргумента Соответственно, уравнение для функции плюс Я мог бы записать вот в таком виде Если плюс применить к иксу То я получу функцию от икрика Которая икс складывает с икриком Так вот на самом деле Эти записи абсолютно равнозначны Я могу функцию плюс определить вот так Могу определить ее так, как это было сделано с самого начала И это два абсолютно одинаковых определения Более того На самом деле Вот эти скобки здесь совершенно несущественны Я мог бы написать Тип функции По-прежнему вот таким вот образом А функцию определить как угодно Например, вот так Плюс есть лямбда от икс икрика Которая вычисляет икс плюс икрика Здесь я в уравнении Аргументы явно вообще не выписывал А мог бы написать тело этой функции Уравнение в виде вот этого уравнения С одним аргументом А мог бы написать так, как я с самого начала Написал с двумя аргументами Свойство каринга Вот эта каринговость Позволяет вам записывать уравнение как угодно И вот теперь, наконец-то, я могу объяснить Почему это вдруг У меня аргументы и результаты В определении функции В определении типа функции Отделяются одним и тем же значком Да просто потому, что это действительно Действительно одно и то же В этом смысле любая функция в Хаскел Это функция одного аргумента Другое дело, что результатом работы Может оказаться снова функция Но опять одного аргумента А результатом работы этой новой функции Тоже может оказаться функция И когда я говорю, что у меня есть функция Трех аргументов Это на самом деле просто сокращение Для следующего сложного Пассажа У меня есть функция одного аргумента Возвращающая функцию двух аргументов А функция двух аргументов Это функция одного аргумента Возвращающая функцию одного аргумента В этом смысле все функции в Хаскел Это функции одного аргумента Поэтому и нет смысла как-то выделять аргументы и результаты. У меня есть всегда один аргумент и некий результат, который может быть функцией, опять же, с аргументом и результатом. Вот функцию композиции я записывал в прошлой презентации вот таким образом. Композиция f и g есть лямбда и x, новая функция, которая работает как f от g от x. Но на самом деле я могу записать это уравнение чуть проще. Я могу переместить вот этот x в левую часть и записать вот таким вот образом. Композиция f, g, x есть f от g от x. И это мне ничуть не помешает использовать эту композицию с двумя аргументами, а не с тремя. Первые два аргумента это функции f и g. Третий аргумент это некий аргумент типа a. И вот посмотрите, здесь в типе, я даже специально это вот подчеркнул, убрав скобки здесь. Эти скобки я могу восстановить обратно. Ничего плохого, ничего страшного в этом нет. Есть они или нет, это все равно. Я могу написать функцию комп и вот в таком вот неуклюжем виде. Комп есть функция от f, возвращающая функцию от g, возвращающая функцию от x, возвращающую f от g от x. И это тоже совершенно эквивалентное определение. Каринг работает во все стороны, вы можете писать уравнения, записывать их так, как вам удобно. И довольно часто бывает удобно не выписывать вот эти многочисленные лямбда в правой части, а на самом деле эти аргументы записывать в левой части уравнения. Просто получается короче и в каком-то смысле даже нагляднее. Мы это сейчас вот через некоторое время будем активно использовать. Слово каринг само произошло от фамилии Хаскела Карри, того самого логика, в честь которого язык Хаскел был назван. Когда мы говорили о функциях нескольких аргументов, я не смог убедительных привести доводов, почему лучше записывать, например, функцию сложения вот таким вот образом, как функции двух аргументов, а не как функцию, которая получает в качестве одного аргумента кортеж из двух значений. Сейчас я попробую объяснить, почему все-таки вот эти два аргумента лучше, чем один кортеж из двух значений. Ну вот именно потому, что эта функция является каринговой. Я имею возможность передать функции плюс один только один аргумент. А вот функция плюс два, которая имеет в качестве аргумента кортеж и вычисляет тоже сумму этих двух элементов кортежа, но это уже функция не каринговая. У нее и так только один аргумент. И каким-то образом передать ей один аргумент я никак не могу. У нее и так он один. Правда, он сложный, это кортеж, но это не важно. Разъединить кортеж мне никак не удастся. Ну, другое дело, что вот эта каринговая и вот эта некаринговая функции, в общем-то, каждый из них имеет свое право на существование. И более того, иногда удобней оказываются функции вот эти вот некаринговые по тем или иным соображениям. Ну, хотя бы потому, что результат частенько получается в виде кортежа. Я хочу вот именно к нему сразу применить функцию. Да, у вас вопрос? В принципе, я знаю, что функция, это запитая, а функция образования кортежа. И она вроде как каринговая. Почему мы не можем ее образовывать один и один, и потом функцию плюс, ну, плюс два, передавать? Саму функцию образования кортежа, да, она, она, конечно, каринговая, да. Да, в партизоне их никак в один и один. Получен, конечно, не совсем тоже, но в YouTube, в принципе, можно создавать один и один кортеж. Мы вообще можем каринговые функции превращать в некаринговые и наоборот. И для этого даже есть специальная стандартная функция, я об этом сейчас скажу. Поэтому на самом деле действительно такой вот большой границы между каринговыми и некаринговыми функциями нет. И то, что вы говорите про операцию запятая, тоже истинная правда. Можно и так действительно работать. Давайте я вот сейчас покажу две стандартные функции. Одна называется карри, а другая анкарри. Функция карри превращает некаринговую функцию в каринговый вид. Вот путем вот этого разъединения кортежа. То есть, если ей передать функцию, подобную плюс два, она ее превратит в каринговую функцию, подобную плюс один. Функция анкарри поступает ровно наоборот. Берет каринговую функцию с двумя аргументами, превращает ее в некаринговую функцию с одним аргументом-картежем. Это стандартные функции, и их очень легко определить на самом деле. Никакой проблемы. Вот стандартное определение этих двух функций, карри и анкарри. Карри берет некаринговую функцию, функцию, которую получает кортеж, и превращает ее в аналогичную каринговую функцию с двумя аргументами. Анкарри берет каринговую функцию, превращает ее в некаринговую функцию. Вот уравнение для них. Да? Да. На самом деле, вот эта стрелочка – это тоже операция. Это операция над типами. Если уж так говорить, я в это углубляться, правда, не собираюсь. Но тем не менее, стрелочка – это операция над типами. Это операция правоассоциативная. Это означает, что если у вас скобки расставлены вот так вот справа налево, то кое-какие скобки можно опустить. В частности, вот здесь вот действительно вот эти скобки последние лишние. А вот эти первые скобки, они не лишние. Вот если здесь А стрелочка Б заключить в скобки, это будет уже не то же самое. А вот если здесь Б стрелочка С заключить в скобки, это будет ровно то же самое. Операция в этом смысле правоассоциативная. Вам не кажется, что я тут что-то перепутал в этих уравнениях? Кажется. Но на самом деле ничего не перепутал. Тут уже я вот точно знаю, что ничего не перепутано. Значит, посмотрите. Функция F на самом деле исходная, не каринговая. Ее можно применить только к кортежу. И она в правой части уравнения применяется к кортежу. Я просто говорю, что если я применяю каррик F, то я получаю каринговую функцию от X и Y, которая работает как F от кортежа XY. Да. Она ниоткуда их не берет. Это просто некая форма записи уравнения. Наверное, первый раз лучше было бы записать это уравнение так. Карри от F есть лямбда от X и Y, стрелочка F от XY. То есть это функция от двух аргументов X и Y. Но поскольку сама функция карри каринговая, то неважно, описал ли я ее с тремя аргументами, или с одним аргументом, или с двумя аргументами, я все равно могу ей передать только один аргумент и в результате получить функцию от двух других аргументов. Поэтому это просто форма записи. Во втором уравнении для анкарри функция F каринговая. Я говорю, что в результате применения анкарик F получается функция от кортежа, которая работает так же, как F от X и Y. К этому немножко надо привыкнуть. И мы сейчас немножко к этому попривыкаем. Если у нас есть функция от пяти аргументов, мы можем применить ее к первым двум, получим функцию трех аргументов, оставшихся. Мы не можем, правда, применить функцию к двум последним аргументам, так, чтобы получить функцию от трех первых. Вот этого мы сделать никак не можем. Правда, иногда мы можем кое-что поменять местами, например, используя функцию flip, про которую мы говорили, которая меняет местами два аргумента. Поэтому, например, если вы хотите бинарную функцию, частично параметризовать вторым аргументом, то вы можете сначала применить к ней flip, а потом частично параметризовать результат первым аргументом. И эффект будет тот же самый, как если бы вебинарную функцию параметризовали вторым аргументом. Вы это спрашивали? Вот. Но в общем случае, да, параметризовать можно частично задавать значения только первых аргументов. Да. Да. Читая образцы, мы можем только лишь узнать, каково то максимальное количество аргументов, которые можно передать, для того, чтобы получить тот результат, который описан в правой части уравнения. Вот если взять карри и передать три аргумента, мы получим вот этот результат. Но при этом мы имеем право передать два аргумента, мы имеем право передать один аргумент. Ну и мы можем, наконец, использовать функцию карри вообще без аргументов, как функцию трех аргументов, и что-то с ней делать. Например, передать ее в качестве аргумента в другую функцию. Вот функциональное программирование позволяет с функциями работать очень свободно. Так, тишина повисла страшная. Да, можно считать, что все функции на самом деле изначально определены через лямбда-выражение. Вот лямбда, стрелочка лямбда, стрелочка лямбда, стрелочка лямбда. Ну вот как раз то, что я говорил. Скобки, в принципе, не важны, если они самые правые скобки. И вот если в такой форме записаны типы функций карри и анкарри, то они уже согласуются с уравнениями в некотором смысле. То есть скобки там вот точно так же расставлены, как операнды в уравнениях. Но это на самом деле все равно. Если у меня есть бинарная операция, то есть еще одна конструкция, которая позволяет легче получить вот эту параметризацию, как раз то, что вы спрашивали, параметризацию вторым аргументом. Если у меня есть операция сложения, то я могу сделать частичную параметризацию, передав только первый аргумент. Ну вот в стандартном виде это так будет выглядеть. Операция плюс, и я ее применяю к пятерке. Но поскольку плюс – это вот такая инфиксная операция, которую обычно записывают в инфиксном виде, то и записать вот эту частичную параметризацию можно тоже в таком вот инфиксном виде. Написать просто 5 плюс. И заключить в скобочке. Вот 5 плюс в скобочке, в скобочках, это то же самое, что плюс в скобочках 5. То есть частичное применение операции плюс к первому аргументу. Это вот та самая функция от n, которая добавляет n к пятерке. Но для инфиксных функций совершенно естественно выглядит и другой вид сечения. Сечение – это как раз вот такая частичная параметризация для инфиксной бинарной операции. Для бинарной операции плюс, возможно, вот такая запись. Плюс 8 в скобках. И это будет обозначать то же сечение, только с заданным вторым аргументом. Ну, пожалуй, что еще могу сказать. Вот плюс 8 – это сечение. И если вы напишите в программе у себя плюс 8, это не будет обозначать плюс 8. Это будет обозначать сечение, то есть функцию плюс, которой передан второй аргумент в качестве результата. И это верно для всех бинарных операций. Но есть одно исключение. Вот операция минус, если вы пишете в скобках минус 5, то это не сечение, а это минус 5. Но это единственное исключение в этом смысле. Если вы хотите записать сечение, то есть минусу передать второй аргумент, придется немножко поизвращаться. Ну, например, написать «флип минус» применить к пятерке. «Флип минус» даст вам тот же самый минус, но с перестановкой аргументов. И передавая ему первый аргумент, это то же самое, что если бы вы передали минусу второй. «Прибавить минус 5» «Прибавить минус 5» Не понял, как это… А, плюс, минус 5. Да, наверное, можно. Да, это действительно… Вот это уже сечение. Плюс со вторым аргументом. Второй аргумент минус 5. Да, с минусом, да, можно так сделать. Ну, вот, поиск в списке. Функция, которая ищет в списке некоторые значения, проверяет, есть ли оно в этом списке. Функция, которая на самом деле есть стандартная, называется LM. Я ее один раз уже приводил. Вот та же самая функция, записанная чуть по-другому, без последнего аргумента. Смотрите, здесь два аргумента. Значение, которое я ищу в списке, и список. И результат логической значения, есть ли оно в списке. А уравнение я записываю только с одним аргументом. Говоря, что для того, чтобы найти элемент Е, мне нужно сделать суперпозицию двух вещей. Во-первых, применить мэп с сечением равно Е ко всем элементам списка. А потом применить операцию фолдер. Смотрите, сколько здесь раз я воспользовался карингом. Во-первых, вот сечение равно Е. Это операция, которая сравнивает с Е. И я эту операцию передаю функции мэп. Во-вторых, мэп получила здесь всего один аргумент, и получилась функция от списка. Ей не хватает этого списка последнего аргумента своего. Мэп вот этой операции это функция от списка. Фолдер с двумя аргументами тоже я ей не додал аргумента еще одного списка. Фолдер с двумя аргументами это тоже функция от списка, которая этот список сворачивает. И дальше я говорю, у меня есть две функции от списка, я делаю их суперпозицию, вот эта операция точка, это композиция двух функций. И таким образом сёрч лист с одним аргументом Е есть суперпозиция двух таких функций. Что вы спрашиваете? Разумеется, да. Разумеется, обычно я буду применять эту функцию таким образом, я передам ей сначала тот элемент, который я ищу, а потом еще список. И эта функция применит то, что здесь написано к списку. А поскольку применяется вот эта композиция, то сначала будет применена вторая функция к списку, а потом первая. Ну вот сейчас посмотрим, как это делается. Е нужно, потому что нужно его здесь вот в этом сечении связать. К сожалению, нет, здесь вот уже не удастся убрать Е как-то так. Ну вот не получается. черточку подчеркивания нужно писать тогда, когда вы пишете уравнение вот для именно для случая, когда у вас действительно есть все аргументы. Здесь уравнение специально написано таким образом, что в правой части находится вот этот недовычисленный результат. Его нужно еще дополнительно к чему-то применять. Нет, черточку, конечно, здесь никакого подчеркивания писать не надо, иначе получится совсем не то. Вот смотрите, давайте вот я здесь поясню. Допустим, мы вызываем сёрч-лист с двумя аргументами. Опять же, пять, и опять же тот самый список, ну или может другой, в котором я хочу найти эту пятерку, определить, есть пятерка в этом списке или нет. вот я смотрю на уравнение. Здесь у меня переданы два аргумента, но я смотрю только на начало. Сёрч-лист пять, что там потом, я не знаю. К чему потом этот результат будет применяться, я не знаю. Согласно этому уравнению, я должен проделать отождествление вот этого параметра E с пятеркой. Поэтому на этот вот список я пока вообще не смотрю, а просто вместо сёрч-лист пять я подставляю правую часть. А вот этот список я просто переписываю в конце. Значит, я вот эту часть правую подставляю вот сюда. Все, что мне нужно, это пятерку подставить вместо E. Вот я подставил, получил вот такую вещь. У меня вот эта суперпозиция теперь применяется к списку. Если бы здесь было бы ещё подчёркивание, то я должен был бы вот этот список отождествить с подчёркиванием. В правой части его нету, и этот список пропал бы вообще, что неправильно. А теперь вот суперпозиция применяется к списку. Ну, что такое суперпозиция мы знаем. Композиция двух функций это последовательное применение. Поэтому здесь дальше я просто выписал это согласно определению композиции. Помните, там определение было? F G X есть F от G от X. И вот я здесь просто развернул это. G от X в качестве G используется map от равно 5. Вот оно, map от равно 5, а вот его аргумент, список. А потом к результату применяется функция F, вот это. Я снова развернул, вот она, эта функция F, и вот ее аргумент. Все развернулось, все последовательно выполняется, ну и естественно исполняется, как и раньше. Map превратит все элементы списка в логические значения, дальше работает фолдер. Надо просто привыкнуть, потом будет получаться лучше. У меня тоже сразу не все получалось. Да? Я бы не сказал, что если бы мы здесь добавили еще какой-то аргумент и вот там эту суперпозицию развернули бы, то получилось бы меньше операций. Потому что в конце концов та же самая суперпозиция, смысл ее ну вот в точности такой же. Никакой такой вот хитрой операции по образованию композиции все равно ведь здесь не делается. Мы определяли композицию очень простым образом. Мы ее определяли так, что она начинает работать только тогда, когда ей еще дополнительный аргумент передается. Тогда она начинает работать. Ничего тут такого, никакой специальной конструкции композиции нету, не работает. Действительно все происходит вот так, как я здесь нарисовал. То есть вот эта точка этой композиции выливается просто в последовательное применение. Никаких лишних операций тут не делается. Сёрч-лист совершенно не знает о том, куда надо подставить этот массив, этот список, точнее говоря. я обрабатываю всякое выражение слева направо. Я вижу функцию сёрч-лист. Я смотрю на уравнение. Я вижу, что требуется один аргумент и нужно его сопоставить. Я ищу, есть ли этот один аргумент. Есть. Вот он, пятерка. Сопоставление удалось? Удалось. На этот список я даже не смотрю вообще. Я обрабатываю вот это выражение функции и один аргумент. Я вместо него подставляю правую часть. Этот список я даже не трогаю. Поэтому сёрч-лист даже не знает про него ничего. Про него будут знать те функции, которые применяются к нему. А применяться они будут в результате того, что работает композиция. В результате того, что композиция была определена так, что вот если ей передать еще один аргумент, она будет работать вот так. перед перерывом еще раз про сортировку с помощью дерева. На самом деле я просто хочу чуть-чуть изменить форму записи некоторых уравнений, убрав некоторые лишние аргументы. Вот у меня раньше была вот такая запись. Build сворачиваю с помощью функции insert, начиная с пустого дерева список. На самом деле строя новое дерево из пустого с помощью списка. Вот в результате того, что у меня каринг есть, я могу последний аргумент убрать и определить, что build есть вот такая функция. Если build будет применен к конкретному списку, то он там и появится. До тех пор, пока он не применяется никакому конкретному списку, вот такая запись меня вполне устраивает. Последний аргумент можно на него всегда сократить. И с разглаживанием то же самое. Я определял flatten от T есть fold 3 от двоеточия пустого списка и T. вот этот последний аргумент я могу просто сократить. Это более короткая запись. Ну, в этом смысле она имеет преимущество перед той, хотя может быть она менее понятна. Так, давайте продолжим. Еще одна конструкция, которая косвенно связана со всеми функциями высших порядков и так далее. Фильтрация списка. это такая тоже специальная конструкция языка, но не буду говорить, что это тоже монада, ладно, уж так и быть. Значит, такая специальная конструкция языка, которая на самом деле тесно связана со стандартной функцией фильтра. Фильтр, я тут вот коротко сказал, что это такое. это функция, которая получает на вход предикат, то есть функцию, которая проверяет, обладает ли элемент списка некоторым свойством, и список, и выдает новый список отфильтрованный, состоящий только из тех элементов, которые удовлетворяют данному предикату. Ну, определить такую функцию довольно просто тоже. Если исходный список пустой, то и результирующий список пустой, независимо от предиката, если исходный список не пустой, то я проверяю, удовлетворяет ли первый элемент предикату, если удовлетворяет, я его оставляю и применяю рекурсивно функцию к хвосту, если не удовлетворяет, то выкидываю и применяю рекурсивно функцию к хвосту. Что-то в этом вроде это нормальное пара уравнений для определения функции фильтрации. Можно, кстати, записать ее и с помощью folder, но это будет немножечко трудно, потому что folder, вообще говоря, предназначен для того, чтобы обрабатывать элементы списка последовательно. И folder применяет некоторую функцию к каждому элементу списка, собирая что-то. Но, тем не менее, все-таки здесь можно сделать. Можно сказать, что вот есть некоторая функция cond-cons, такой условной обработки элемента, которая просто присоединяет элемент к результату, если он удовлетворяет предикату f, и ничего не делает в противном случае. Вот здесь эта функция cond-cons, которая берет очередной элемент списка и присоединяет или не присоединяет ее к результату l. Если x удовлетворяет предикату f, то присоединяет, иначе не присоединяет. Так что вот фильтр можно определить и с помощью folder. Вот еще один пример, в котором используется функция фильтрации. Функция, которая осуществляет быструю сортировку списка. Ну, не то чтобы эта сортировка была действительно быстрой, но вы, наверное, подозреваете, что это действительно не так, хотя бы потому, что вот здесь используется функция плюс-плюс, которая на самом деле много чего убивает. Но алгоритм сортировки очень похож на тот алгоритм, который действительно используется в быстрой сортировке. Как работает быстрая сортировка? Я беру некий элемент и затем фильтрую исходные элементы списка, разделяя их на те значения, которые меньше заданного, и те, которые больше заданного. Вот я могу два раза применить функцию фильтр к исходному списку, точнее говоря, к хвосту исходного списка. Беру первый элемент, а хвост фильтрую два раза на те элементы, которые меньше х, и на те элементы, которые больше или равны х. Сечение я здесь использую. Получил два подсписка, не пересекающихся, очевидно. Оба их по отдельности сортирую с помощью рекурсивного вызова квиксорт, и затем все вместе соединяю. Это, наверное, один из самых коротких способов записать алгоритм быстрой сортировки списка, какой я только знаю, фактически в одну строчку. Ну, хорошо, в две, вот еще базовая строчка. Сортировка пустого списка, есть тоже пустой список. На самом деле, не так уж сложно исправить и производительность работы. Здесь производительность работы плохая, потому что отсортировав одну половину списка, мы затем снова начинаем этот список разбирать и собирать заново с помощью операции «плюс-плюс». Фактически можно этого избежать, если использовать накапливающие аргументы, ну, просто потому что нам нужны вспомогательные переменные, в которых мы бы хранили какие-то части и потом бы что-то там с ними делали. Я не буду сейчас этого делать, но если хотите, можете поупражняться. В принципе, не так уж сложно чуть-чуть усложнить определение функции, добавив лишние аргументы, и сделать его действительно эффективным, так, чтобы он действительно работал, как и полагается, быстрой сортировки за n логарифмов n, если повезет. Я здесь хочу записать фильтрацию чуточку по-другому, используя некую специальную конструкцию. Можно сформировать новый список, используя источники и условия. Вот здесь для фильтрации используется вот эта конструкция. В квадратных скобках я записываю результат формирования списка и отделяю его вертикальной чертой от перечисленных через запятую подряд источников и условий в любом порядке. Источники записываются в таком вот виде. Здесь есть источник и образец. То есть я беру элементы y из списка ls. Дальше я их фильтрую. То есть я беру только те элементы y, которые меньше, чем x. И формирую новый список из этих y. Я не знаю, как вам больше нравится, такая запись или вот такая, которая была раньше. Какая кажется вам более наглядной. В общем, вот эта вот вторая запись иногда ощущается как более удобная. Ее можно как-то так легко прочитать. Составить список из y, взятых из ls, которые удовлетворяют условию y меньше x. Ну и, соответственно, здесь удовлетворяющие условия y больше или равно x. Вот эта конструкция на самом деле довольно общая. Я не хочу вдаваться в подробности, что на самом деле, в какие вызовы выливается эта конструкция. Потому что выливается она в очень сложные вызовы с использованием du. Такая вот специальная тоже, специальная конструкция языка. Не хочу я этого сейчас обсуждать совершенно, потому что я сейчас обсуждаю функциональные свойства языка. А не не функциональные. Эта конструкция не очень функциональная. Но иногда ее удобно применять. И вот здесь еще пара примеров применения подобной конструкции. Вот функция, которая образует Декартово произведение двух списков. То есть список составлен из всевозможных пар. Вот это первая строчка. Значит, опять составляю список из пар x и y, где x берется из первого списка Ls1, y берется из второго списка Ls2. Все. На самом деле получаются всевозможные комбинации. x и y из взятых источников. Почему? Не буду говорить. Второй пример. Список из всех квадратов нечетных элементов списка. Опять, составляется список из элементов x умножить на x, где x берется из списка, причем x по модулю 2 равен единице. Ну и так далее. То есть общий принцип такой. До вертикальной черты некое выражение, которое мы в результате получаем. После вертикальной черты некоторые вот такие источники, где есть образец и, собственно говоря, аргумент, из чего мы строим все. Таких может быть несколько тогда они комбинируются. И еще условия. Фильтры, которые накладываются на вот эти комбинации, взятые из источников. Все, больше ничего про это говорить не буду. Просто иногда буду использовать. Давайте перед тем, как двигаться дальше, хотел рассмотреть еще несколько простых примеров простых примеров программирования. Таких, которые могли бы вам пригодиться, ну, например, при решении домашних заданий. Я вот говорил о том, что пара функций map и folder достаточно мощная пара. Давайте рассмотрим такую функцию, которая на самом деле тоже есть стандартная в стандартной библиотеке и реализована совсем не так, как у меня здесь. Я просто покажу сейчас, как можно было бы ее реализовать. Это функция, которая получает строку и в результате вырабатывает список отдельных слов, из которых эта строка состоит. Считается, что исходная строка содержит символы и пробелы. Пробел – это символ, который удовлетворяет предикату из space. Ну, это на самом деле действительно пробелы, это там всякие символы табуляции, переходы на новую строку и так далее. Вот для того, чтобы пользоваться этой функцией из space, она в отдельном модуле определена, на модуле care я импортирую в программу эту функцию из модуля care. И тогда могу ею пользоваться. Есть такая вот совсем стандартная библиотека, так называемый прелюд, в котором описаны все функции, которые я могу использовать просто так. А есть еще отдельные библиотеки. Часть из них стандартные библиотеки, такие как библиотека care или list или другие. Часть может быть не стандартная, а просто поставляемая вместе с компилятором или разработанная независимо. Чтобы пользоваться такими вот нестандартными, или стандартными, но отдельными от прелюд библиотеками, нужно записывать в своем модуле предложение import, импортировать. Отдельные функции или сразу целые модули. Вот здесь я импортирую функцию care. Как мне написать функцию разделения строки на слова? Ну вот я могу последовательно обрабатывать символ за символом, формируя результат. Я могу считать, что у меня есть исходная строка, и я начинаю проходить ее с конца с помощью функции folder, постепенно формируя результат с помощью некоторой функции glue приклеивания очередного символа. Эта функция приклеивания очередного символа к результату будет постепенно формировать список слов. Начинаю я с пустого слова, и поэтому в качестве зерна у меня используется пустой список. Точнее говоря, я начинаю с пустого списка слов, где нет ни одного слова. У меня есть еще один признак, потому что, когда я беру очередной символ, то мне нужно обрабатывать его по-разному. Если, например, этот очередной символ пробел, то его нужно либо просто выкинуть, либо как-то сообразить, что это вот символ пробела, которым закончилось или началось очередное слово. То есть я в процессе обработки нахожусь в двух разных состояниях. В состоянии, когда формируется слово очередное из символов, и тогда, если я встретил пробел, значит, просто закончилось формирование этого слова. Либо в состоянии, когда я нахожусь между словами, и тогда этот пробел надо просто выкинуть. И наоборот, не пробел означает, что у меня новое слово началось. Поэтому я ввожу еще один такой специальный тип данных флэг с двумя значениями – слово и не слово. Нахожусь ли я в процессе обработки слова или нахожусь ли я вне слова. И вот мой результат будет из двух значений. Собственно, список слов, которые постепенно будут формироваться, и признак того, где я нахожусь – в слове или нет. Функция folder будет очередной символ приклеивать вот к этому результату. Смотрите, как я определяю функцию glue. Она берет очередной символ и берет результат какой-то промежуточный. Если этот результат имеет вид слова, то есть я уже обрабатываю какое-то слово, это значит, что мой список заведомо не пустой. У меня есть вот какое-то начальное слово W и какой-то хвост. И в зависимости от того, является ли этот C пробелом или не пробелом, я поступаю по-разному. Если этот C является пробелом, то я говорю, что ага, вот теперь у меня закончилось слово. Я перехожу в состояние no word, ну а список оставляю тот, который был. Этот пробел вызвал просто переход в новое состояние. Слово закончено, формирование слова закончено. Если же очередной символ C был не пробелом, otherwise, то я этот символ присоединяю к первому слову в списке. Дополняю слово просто-напросто. Ну, хвост остается хвостом. Таким образом, у меня осуществляется обработка в случае, если я находился в состоянии word. Если я находился в состоянии no word, то я тоже обрабатываю двумя разными способами, но ровно наоборот. Если у меня очередной символ C был пробелом, то я просто его игнорирую и остаюсь в том же самом состоянии, которым и был. Если у меня очередной символ был не пробелом, это означает, что началось новое слово. Я формирую это новое слово, пока еще состоящее из единственного символа C, и присоединяю его к уже имеющемуся списку слов. Вот это на самом деле довольно характерный способ такой рекурсивной обработки с помощью свертки. Я изобретаю функцию, которая берет элементы списка по одному и обрабатывает их, образуя из одного промежуточного результата следующий промежуточный результат. Ну вот эта функция wordified работает. В принципе, можно это продемонстрировать. Но на самом деле ничего интересного в этом нет. Можно запустить эту функцию и посмотреть, как она работает. Работает быстро. А, да, извините, действительно не сказал про это. Тот результат, который у меня получится после обработки всего списка, будет состоять из состояния и моего списка слов. Мне на самом деле нужно только само вот это вот, только вот этот вот список слов, получившийся в результате. Состояние нужно отбросить. СНД берет второй элемент кортежа. Если у меня есть кортеж из двух элементов, то СНД берет второй его элемент. Если вы посмотрите в библиотеку, то можете найти там функцию words, которая работает примерно так, как вот я рассказывал. Делит строку на отдельные слова и составляет список слов. Вот вполне может быть, что в библиотеке вы увидите вот такое рекурсивное определение, уже без фолдер. Но здесь, правда, я назвал ее не words, а тоже wordify. Преобразование строки в список слов, составляющих эту строку. Здесь используется еще одна функция высшего порядка, про которую я не говорил, функция break. Функция break проверяет элементы списка, удовлетворяют ли они некоторому предикату, и делит список на два подсписка. Первый подсписок – это те начальные элементы, которые удовлетворяют предикату, и второй подсписок – это список из тех элементов, начиная с которых вот функции, элементы списка начали не удовлетворять этому предикату. Как только мы нашли первый элемент списка, не удовлетворяющий предикату, так я сразу же в этом месте список разрубаю и получаю два подсписка. Так работает функция break. Вот здесь, как работает wordify. Если я взял исходную строчку, то я сначала, а вот еще одна функция, про которую я не говорил, drop while, она похожа на take while, только take while берет те элементы из списка, которые удовлетворяют предикату, а drop while наоборот отбрасывает первые элементы списка, которые удовлетворяют предикату, и оставляет только хвост, начиная с первого элемента, который предикату не удовлетворяет. Поэтому drop while с функцией из space на самом деле отбросит начальные элементы, начальные пробелы в строке. Drop while из space s на самом деле даст вам строку, начинающуюся с первого непробельного символа. Если таких нет, то просто пустую строку. Дальше я проверяю, что у меня получилось. Если у меня получилась пустая строка, значит ни одного слова вообще нет. Поэтому у меня получается в результате список, не содержащий ни одного слова, пустой список. Если же получилось что-то не пустое, значит, по крайней мере, одно слово есть. И я пытаюсь его выделить, применив функцию break опять с той же самой функцией из space. Функция break должна мне разделить строку s штрих на две подстроки. И вот результат получится вот такой. W – это первое слово, потому что это те символы, которые на самом деле не являются пробелами. и все, что после первого слова. s2 штриха. К s2 штриха я рекурсивно применяю wordify, чтобы разделить ее тоже на слова. А слово w присоединяю к получающемуся списку слов. Вот вам еще один вариант, рекурсивный. Впрочем, и тот тоже был рекурсивный. Но без использования такой последовательной посимвольной обработки. Здесь обработка идет такими более крупными блоками с использованием других вспомогательных функций высших порядков. Ну, все вот эти примеры я тоже положу на сайт туда в качестве дополнительных материалов к этой третьей лекции. Наверное, сейчас еще не лежат, но положу. Да? А как мне тоже сработает строчка s4, чтобы вы присоедините в порядок? Вот эта строчка как работает, да? Да, даже в случае, если у нас нет пустая строка, в случае, если получилась не пустая строка, это значит, что она начинается по крайней мере с одного символа непробильного. Если я применяю... Это образец. Это образец. Я беру вот эту функцию, результат работы вот этой функции и сравниваю его с этими образцами последовательно. Как работает кейс? Вычисляет некоторые значения и потом начинает последовательно сравнивать с образцами, ну вот как это происходит при вызове функции на самом деле. Сравнили с этим образцом? Сравнилось? Хорошо. Не сравнилось? Пошли дальше. Но этот образец всегда сработает, поэтому это означает, что просто получилась не пустая строка, не пустой список. Этот не пустой список мы обозначаем с штрих, как происходит сопоставление с образцом. После этого мы начинаем с ним работать. И вот здесь вот в where мы этот... вот это не пустое слово передаем в качестве аргумента к break. Break найдет первый символ, удовлетворяющий предикату из space и разделить на два подсписка опять же до этого первого пробела и все, что начинается с этого первого пробела. Возможно, пустое. Но w это точно не пустое слово, потому что s' точно начинается не с пробела. Если в строке вообще не будет пробелов, тогда s2' будет пустой строкой. Break нормально сработает, просто не найдя ни одного символа, который удовлетворяет этому предикату, он оставит в качестве второй подстроки пустую подстроку. В RDIFY, когда мы применим к пустой подстроке, нормально отработает, просто выдаст пустую последовательность, пустой список. поизучать примеры имеет смысл. Имеет смысл даже поотлаживать, ну, если, конечно, ваш интерпретатор, который вы скачали, поддерживает отладку, то можно попробовать даже поотлаживать. Если нет, если не поддерживается отладка, все равно можно попробовать поприменять функцию к разным аргументам, посмотреть, что получается. Какие-то кусочки тоже не бесполезное дело. Ну, пока все. Давайте вернемся к нашей презентации. Еще пример. Вот введем такой тип данных intset. Функция из integer в bool. На самом деле я могу сказать, что вот такая функция может представлять множество. Это ведь функция, функция от integer, возвращающая логическое значение. Она может быть характеристической функцией некоторого множества. Характеристическая функция – это значит, что она будет возвращать истину на элементах множества. Я могу попробовать работать с множествами, представленными своими характеристическими функциями. Конечно, такое представление множеств имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущества очевидны. Характеристическая функция может быть очень коротко записана, но при этом может описывать довольно сложное, даже бесконечное множество. С другой стороны, по характеристической функции очень трудно понять, из каких элементов состоит множество. Для того, чтобы понять, есть ли элемент в множестве, нужно его предъявить характеристической функции. А спросить у нее, ну скажем, дай мне первый элемент множества, никак нельзя. Поэтому такое довольно ограниченное применение, но тем не менее, кое-что с множествами в таком представлении можно сделать. И мне сейчас это интересно, просто потому, что это вот такое функциональное представление некоторой структуры данных, которые вроде бы не очень удобно представлять функции. Ну вот посмотрим, что все-таки можно сделать. Ну, во-первых, можно легко действительно определять как простые, так и не очень простые множества. Например, вот такая константа empty представляет пустое множество. Я определяю эту константу как функцию, потому что мое представление множества это функциональное представление. И то, что у меня здесь написано в качестве типа данных intset, на самом деле это функция из integer в bool. И я для этой функции записываю уравнение. Если этой функции предъявить элемент e, то функция выдаст false. Это как раз и есть характеристическая функция пустого множества, которая на любой элемент говорит, его у меня нет. Чуть более сложная константа. Константа, представляющая конечное множество чисел от 2 до 100. довольно много элементов все-таки, сколько там, 99 элементов множестве и довольно короткая функция. Функция, которая выдает истину в том случае, если предъявленный ей элемент e больше или равен 2 и меньше или равен 100. Ну, я думаю, принцип понятен, каким образом можно представлять множество в виде функций, характеристических функций. Теперь, что можно сделать? А, вот еще один пример, пример бесконечного множества, ну, скажем так, потенциально бесконечного множества. Множество, состоящее только из нечетных чисел. Множество odds. Соответствующая функция выдает истину, если e по модулю 2 равно 1. единиц. Ну, действительно, это значит, что оно содержит только нечетный элемент. Что можно делать с такими множествами? Ну, вот, например, можно 2 множества пересечь. Функция конджанкт образует пересечение двух множеств. У нее аргументами являются 2 множества, 2 функции и результатом тоже будет множество. Опять же, функция. Если s1 пересечь с s2, то получится множество такое, что если ему предъявить элемент e, то результат скажет, что e принадлежит пересечению, если e принадлежит s1 и e принадлежит s2. Эта запись понятна? s1 от e выдает истину, если e принадлежит множеству s1. s2 от e выдает истину, если e принадлежит s2. e принадлежит пересечению, если оно принадлежит s1 и s2. Да, я использовал здесь инфиксную запись, просто потому, что обычно операцию пересечения множества изображают в виде инфиксной операции, но я, конечно, мог использовать и префиксную запись, написать конджанкт s1 s2 e. Ну, аналогично дизюнкция множества для объединения множеств. элемент е принадлежит объединению, если e принадлежит s1 или e принадлежит s2. Разность множеств совершенно аналогично, e принадлежит разности, если e принадлежит s1 и не принадлежит s2. опечатка. Нет такой операции восклицательный знак. Это из c++ или из джавы. В хаскеле есть операция нот. Извините, пожалуйста, восклицательный знак надо читать как нот. Вот еще функция, функция, которая добавляет элемент в множество. У нее аргументы это целое число и множество. Результатом является новое множество, в которое добавлен один элемент. На самом деле, мне нужно просто образовать элемент, образовать множество, состоящее из одного элемента, и добавить его. Ну, по существу это дизъюнкция двух множеств. Одного множества одноэлементного и другого вот этого параметра s. Поэтому эта функция немножко похожа на дизъюнкцию. только в качестве первого множества записано вот такое множество, состоящее из одного элемента. Выдает истину только если e совпадает с a. Если e равно a. Ну, вот мы получили множество, в котором элемент e содержится только если он равен a, или содержался в исходном множестве s. Тем самым мы добавили в s новый элемент a. Наоборот, можно удалить элемент из множества. для этого мне нужно по существу сделать разность опять же одноэлементного множества и исходного. Элемент e принадлежит новому множеству, если он не равен a, и при этом все-таки принадлежит исходному s. Ну, тем самым из s удалился элемент a. Мы на базе функций строим новые функции. На самом деле это не очень эффективная вещь. Если мы начнем много-много раз что-нибудь там добавлять, вычитать и прочее, мы будем наращивать функцию, которая для своей работы будет вызывать другие функции, а те вызывать еще какие-то функции, в результате у нас получится довольно сложная функция. То, что здесь нарисовано, работает медленно. И мы это увидим на самом деле. Но вот любопытно. Вот еще одна функция from set. Действительно очень неудобно, что моя характеристическая функция не позволяет мне вытащить сами элементы. Для того, чтобы понять из каких элементов множество состоит, мне их нужно предъявлять. И вот эта довольно неуклюжая функция на самом деле позволяет вытащить элементы из множества, если я знаю общий набор в виде списка элементов, которые вообще могут быть. И тогда я просто по очереди все элементы, которые могли бы быть в множестве, предъявляю этой характеристической функции и потом собираю в результате список элементов, принадлежащих этому множеству. Значит, смотрите, у меня есть исходное множество и есть некий список элементов, которые могли бы быть в множестве. И я на самом деле беру этот список и фильтрую его, фильтрую множеством. То есть я применяю множество последовательно к каждому элементу списка и формирую список только из тех x, которые принадлежат этому множеству. Фактически на самом деле я просто фильтрую список множеством. На самом деле from set это просто функция фильтр и больше ничего. она фильтрует вот этим множеством вот этот список получая новый список. Функция неуклюжая работающая медленно и вот если мы программируем с множествами представленными характеристическими функциями эту функцию наверное стоит применять только тогда когда нам нужно вывести окончательный результат или как-то получить список. список элемент я не вижу у меня здесь нет такого с это функция с типа int set а int set это функция из integer в bool поэтому s от e это применение функции s к элементу e s это не список это множество представленное характеристической функцией здесь у меня определен синоним int set это в точности то же самое что вот такая функция тип int set это тип вот такой функции который получает в качестве аргумента integer возвращает логическая логическая поэтому везде где написано int set можно просто считать что написано вот это вот integer стрелочка bool поэтому естественно что я применяю функцию к элементу да вот в этой функции from set вот этот второй аргумент это некий такой универсум не сможем никак потому что список получится бесконечным ну и еще одна функция в в некотором смысле обратная from list которая наоборот из списка элементов строит множество в виде характеристической функции ну на самом деле понятно что элемент е будет принадлежать множеству в том случае есть он принадлежал исходному списку поэтому здесь я как раз использую стандартную функцию lm в виде такой бинарной операции и функция from list от списка это на самом деле определяется как элемент списка по принципу как мы делали search это на самом деле стандартная функция которая просто ищет элемент е в списке и выдает логическое значение если элемент есть списке да да еще раз возвращаемся к тому же самому что такое int set int set это на самом деле интеджер стрелочка буль давайте здесь напишем интеджер стрелочка буль и тогда получится что функция from list на самом деле функция двух аргументов списка и целого числа выдающие логическое значение принадлежит не принадлежит я определяю эту функцию таким образом первый аргумент список второй то самое целое число которое я проверяю и функция это выдает логическое значение если элемент е принадлежит списку ls поскольку все функции каринговые то я могу from list применить только к списку я на самом деле так и буду это делать в результате чего я получу новую функцию применимую к целому числу эта функция представляет множество у вас вопрос нет с это все-таки функция здесь все-таки вот это integer bull скобочках потому что потому что оно не последнее вот это intset здесь скобочки я могу опустить а здесь я опустить их никак не могу это функция ничего не поделаешь еще вопрос в конце концов возвращают bull если применить их к трем аргументам но если применить et delim только к двум аргументам а не к трем то в результате вернется функция от последнего аргумента а эта функция это и есть множество характеристическая функция почему возможно возможно последовательно применить сначала et delim применяется к числу и некоторому множеству к двум к двум аргументам к третьему не применяем в результате у нас получится множество функция к которому мы добавим еще один элемент а потом еще один элемент почему нет да вместо s можно можно подставить вызов любой функции которая возвращает множество например еще один вызов et delim от двух аргументов но не от трех и не от одного с типами должно быть все согласовано да насчет оптимизации тут я сильно сомневаюсь слишком сложная слишком сложная слишком сложная программа здесь все-таки функции наращиваются из других функций ну собственно пока что у меня только инструментарий создан а вот давайте сейчас на следующем слайде я с помощью этого инструментария попробую что-нибудь полезное сделать и мы можем посмотреть как это работает работает довольно медленно то есть на практике если вот посмотреть то будет видно просто насколько это все медленно работает я хочу построить некое множество простых чисел от двойки до заданного значения стандартный способ построения множества простых чисел это это просеивание решетом ротосфена то есть я сначала беру список или множество всех чисел от двух до заданного н а потом начинаю его просеивать основное действие заключающееся вот основное вот это действие состоит в том что я выкидываю из множества все элементы кратные заданного кроме него самого и таким образом я сначала выкидываю все элементы кратные двойки потом кратные тройки потом кратные пятерки и так далее в этом и заключается алгоритм просеивания решета ротосфена вот первая функция которая у меня работает с множествами удаляет из множества все элементы кратные заданному кроме него самого и называется эта функция у меня здесь реммалтис ну как бы вот там не знаю удаляет кратные первый аргумент это то число кратное которому удаляется с исходное множество из которого происходит удаление если я применяю эту функцию к а и с я получаю новое множество поэтому описываю я опять же эту функцию по традиции как функцию с тремя элементами то есть если этому множеству предъявить е то что будет в каком случае моя функция выдаст значение true выдаст значение true в том случае если то есть элемент е будет принадлежать исходному множеству если этот е равен а я тем самым ну даже добавляю в множество элемент элемент а если его там не было с самого начала или е по модулю а не равно нулю то есть е элемент этот не делится на а то есть он равен а или не делится на а а и при этом все-таки этот е должен принадлежать с нет ничего не добавляю конечно и при этом элемент е должен принадлежать с вот если эти все три условия выполнен то элемент е принадлежит моему получающему Он должен лежать в исходном s и должен либо совпадать с a, либо не быть кратным a. Так, у меня есть функция, которая позволяет выкидывать из множества элементы кратные заданному. Тогда построим множество простых чисел, не превосходящих n, следующим образом. Мы объединим двойку, ну двойка – единственное четное простое число, поэтому я отдельно его взял. А дальше я возьму все нечетные числа от 3 до n, образую множество из всех этих нечетных чисел. И начну его просеивать, выкидывая все числа кратные всем нечетным от 3 до n. Ну, я немножко здесь лишнюю работу буду делать. Например, я сначала выкину все числа кратные 3, а потом буду выкидывать все числа кратные 9, хотя на самом деле они уже выкинуты. Но зато все очень просто получится. Фолдер здесь применяется для того, чтобы последовательно применять remove maltis к получившемуся результату. И тем самым я сначала отсею все элементы кратные 3, потом из результата все элементы кратные 5 и так далее. В результате у меня останутся, естественно, только простые числа. Наверное, у меня есть пример, и мы можем посмотреть, как оно работает. Да, такая программа у меня есть. Сейчас я запущу ее. Вот модуль скомпилировался, загрузился. Теперь попробуем вычислить множество всех простых чисел до тысячи. Я набираю выражение. Праймс 1000. Вот обратите внимание, как будет строиться список. Он сначала будет строиться довольно быстро. Первые элементы появятся очень быстро. Чем дальше, тем медленнее будет работать программа, выводя по очереди все более далекие элементы. В принципе, здесь это все происходит достаточно быстро, но обратите все-таки внимание на это заметное замедление. Тогда будет очень длинный список. Ну, мы сейчас попробуем, да. Ой, не работает. Извините, да, конечно, я неправильно написал. Мне нужно еще потом преобразовать это в список. Поэтому надо применить еще функцию from set, она у меня называлась, по-моему, да. Праймс 1000. Нет, что-то не то. А, да, from set, там надо еще... Там еще надо список, да, действительно. В качестве второго, что ли. Аргументы. Вот уже забыл. Ага, да, вот оно пошло. Нет, ну, в общем, заметного замедления не получилось. Довольно быстро все вывелось. Давайте нолик добавим. Спасибо. Спасибо. В общем. Спасибо. должна все-таки в конце концов замедлиться вам понравилось эффективное решение нет нет там все как только получилось значение так она тут же выводится ну вообще конечно вывод как любая операция вода вывода это конечно тормозящий фактор но тут все равномерно на самом деле происходит то есть вот действительно как я сказал как только вычислил значение так она тут же выводится нет но действительно довольно равномерно получилось просто с течением времени функции должны должны усложняться потому что там все время вот наращиваются новые условия каждый раз когда накладываю новый фильтр а ну да правильно эта функция да а потом уже мы выводим это все действительно каждый раз одно и то же время получается ну да действительно действительно вывод действительно работает примерно одинаково и действительно когда мы задали до 1000 то все-таки эти элементы быстрее порождались сами потому что функция попроще получилось а функция 10 тысяч оказалось очень сложно и все-таки каждый новый элемент но потребовал значительного времени для вывода ну не для вывода а именно для вычисления но не знаю может вам понравилось тогда хорошо